Невольными участниками громкого скандала, связанного со строительством новой школы в Иселькуле, оказались жители ближайших домов. Вместе со старым зданием образовательного учреждения была снесена котельная, от нее шли трубы отопления, которые обогревали сразу 10 частных жилых построек. После сноса обогревающей установки трубы отрезали буквально под корень. И, как рассказывают люди, администрация выделила им корейские электрокотлы. Например, 84-летние Риме и Лазухиной достали сразу два таких электрических обогревателя. 3,5 киловатта один, 3,5 другой. Они молотят день и ночь. И плачу я 18... 18 тысяч в месяц? Месяц. А пенсия у вас какая? 20. А как же вы живете? Я живу, потому что у меня еще дети есть хорошие. В Красноярске, правда. Вот. И живу я. Ну, получается, что они вообще... Даже компенсацию... Я же ветеран труда. Медали у меня есть какие-то. И, в общем, я уважаю инвалид второй группы. У меня инсульт был. Это выть надо. Я бою просто иногда. Потому что я одна в семье вот такой большой квадратный, 70 квадратов квартира. Я плачу громко, бою просто. Не все. Ну, а сегодня жителям пострадавших домов предлагают другие варианты. Например, подключиться к строящейся газовой котельной. Софинансирование администрация не обещает. Отопление проведут только за счет гаража. А сейчас при окончании строительства вот этой модульной газовой котельной жильцам, отключенных к тому, предлагают за свой счет провести газовое отопление. Вот. У меня даже вот слов не находится для того, чтобы вот высказать возмущение. У людей уничтожили отопление, не по их вине. А теперь они опять за свой счет, пенсионеры, инвалиды, должны восстанавливать себе отопление. Ну, до каких пор вот в нашем государстве с таким вот вывертом наизнанку будут происходить с одной стороны вроде бы нормальные дела, как строительство школы.